Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Локдаун закончится народными протестами, если власти не примут необходимые меры, предложенные ДВК. День рождения безыменника и провальный план Токаева по выходу из кризиса. Правительство Токаева нарушает свой же закон о митингах. Суды за вечерние прогулки – ноу-хау полицейского Казахстана. Все эти месяцы СМИ транслировали удачную картинку карантина. Люди убеждали, что все хорошо. По приказу власти вирус распространяется только на выходных или когда проходит саботаж. Сейчас режим хочет посадить всю страну на новый карантин, причем оставив людей без средств к существованию. Карантин теперь должен быть на условиях народа. Вместо того, чтобы направить ресурсы на борьбу с пандемией и кризисом, режим борется с гражданами. Медиков, которые говорят правду, заставляют извиняться и молчать. Официальная статистика искажает данные. В настоящий момент заключены договора на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет в целом порядка 60%. В городах Нур-Султана Алматена достигает до 90%. В стране 348 медицинских организаций были развернуты 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется дополнительно по стране до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах. Они не могут действовать иначе, потому что концентрация всех ресурсов в руках власти – их единственный способ выживания. Именно поэтому режим сэкономил на гражданах и превратил копеечную помощь в шумную компанию. Отмечались факты бездействия со стороны местных исполнительных органов на заключение эпидемиологов, а также представление некорректных данных. К примеру, многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования даже в условиях карантина. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования. И это несмотря на заверения правительства и Акимов о том, что ситуация находится под контролем. Но видимость действий не помогает народу выжить. Спасательные меры обязательно должны быть приняты. А поскольку анонсированные так называемые жесткий карантин ударит по гражданам, то и условия карантина должен диктовать народ. Демократический выбор Казахстана разработал понятные и прозрачные экономические меры по обеспечению граждан во время жесткого карантина. Эти меры также позволяют осуществить прямое финансовое вливание в экономику страны. Каждому гражданину нужно выплатить по 100 тысяч тенге. Каждому выплатить банковские проценты за 4 месяца физических и юридических лиц, начиная с марта по июнь. Тогда банки будут в нормальном состоянии, не будет невозврата кредитов. И третье. Отменить налоги для малого и среднего бизнеса до конца года. Исполнение этих мер это минимальный набор для поддержания населения. В масштабах государства это ничтожная сумма, которая существенно повлияет на благосостояние граждан. То есть суммарно, если правительство выплатит по 100 тысяч тенге каждому и погасит проценты, не основную сумму, только проценты за 4 месяца бизнесу, малому и среднему бизнесу и физическим лицам, общая сумма, которую необходимо будет потратить для поддержки населения малого и среднего бизнеса, составляет не более 15 миллиардов долларов США. Эти деньги, они реальны. наши предложения не популистские. Назарбаев и Такаев заявляют, что в национальном фонде около 57 миллиардов долларов, не считая еще свыше 30 миллиардов долларов золотовалютных резервов, которые существуют у Национального банка страны. Таким образом, три простых решения позволят выжить гражданам и экономике. В отличие от выговоров министрам, это действительно спасительные для всего Казахстана меры. От вашей решительности и настойчивости будет зависеть, спасемся ли мы и дадим ли возможность экономике восстановиться или лишимся всего и окажемся на руинах. Мы пойдем на локдаун, но на наших условиях. 6 июля в этом году Казахстан не будет отмечать день рождения Назарбаева. Он объявил этот день выходным, назвав Днем столицы. Но впервые за долгое время праздничные мероприятия не состоятся. Не будет ни салютов, ни помпезных концертов, ни поздравлений детей и творческих коллективов, как это повторялось десятки лет подряд. Вместо этого казахстанцев ждет новое ужесточение карантина. Возможно, даже более суровое, чем во время объявленного весной чрезвычайного положения. В день рождения Назарбаева его, скорее всего, даже не покажут по телевизору. С середины июня он официально находится на самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом. По всем признакам он при смерти или в недееспособном состоянии. С начала года Назарбаева всего пару раз показывали по ТВ и выглядел он крайне плохо. COVID-19 лишь усугубил состояние 80-летнего старика. Построенная Назарбаевым система нацелена исключительно на выкачивание из страны природных ресурсов и обогащение его ближайшего окружения. Эта система не способна поддерживать простых людей в критических ситуациях. Особенно это стало очевидным после начала эпидемии. Под таким руководством страна пришла к экономической и социальной катастрофе. Казахстан подтвердил историческую закономерность. Диктатуры не бывают эффективными и неизменно заканчиваются крахом. На очередном совещании правительственной комиссии Токаев открыто признал, что власти не справились ни с одной задачей по противодействию эпидемии и защите людей. В областях наблюдается острая потребность в аппаратах ИВЛ, санитарных машинах, скорой помощи и другой технике. Другими словами, задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мною, не выполнены или выполнены далеко не полностью. Совсем недавно президент Трамп и ВОЗ хвалили Токаева за успешную борьбу с коронавирусом в Казахстане. Сейчас же мы слышим чистосердечное признание в беспомощности. Все хваленные меры оказались показными и не возымели результата. С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев заражения увеличилось в семь раз. Токаев обвинил в неэффективности Минздрава, Акимов, кого угодно, но не лично себя. Это вина не просто министров или Акимов, а в первую очередь Хасамжимар Токаева. Он говорит о том, что якобы министры и Акимы перестали общаться с народом. А когда мы последний раз видели Хасамжимар Токаева, чтобы он общался с народом, хотя бы как президент Соединенных Штатов? Для исправления ситуации Токаев вынес выговор ряду министров и Акимов и вместе с ними составляет новый план спасения страны, вместо прежнего, который так и не был выполнен даже наполовину. Ни Токаев, ни его правительство ничем фактически не управляют и не знают, что делать. Меры, которые предложил Токаев, демонстрируют его полную моральную и интеллектуальную импотенцию. Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду возможность наступления второй волны пандемии. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами. Поручаю государственной комиссии создать неснижаемый материальный резерв СИЗов с учетом не только медицинских работников, но и сотрудников спецорганов, социальных структур. Поручаю также принять все меры по недопущению искусственного роста цен на лекарственные препараты и средства, медицинские средства индивидуальной защиты в оптово-розничных сетях. Если в стране десятилетиями не строились новые больницы, не была налажена нормальная система обучения медиков, это невозможно выполнить. В реальности это приведет лишь к тому, что власти расставят койки в казармах и конюшнях. В десятилетия система здравоохранения создала с трудом какое-то количество койкомест и за какой-то месяц нужно на 50 процентов увеличить. Вы понимаете, что это опять вранье, это будет полное барахло. Там будут тысячи людей, просто как казарми брошены туда. Это по сути не казарма, это концлагерь, потому что сейчас в Казахстане именно в июле, в августе будет жара свыше 30 градусов и люди там без кондиционеров, больные ковидом, просто будут задыхаться. Не от того, что у них легкие плохо работают, потому что там дичайшая жара, потому что там нет никаких условий. Власти имитируют деятельность, чтобы скрыть катастрофический дефицит медицинских средств. В период с марта по июнь так и не были закуплены лекарственные препараты, не хватает средств индивидуальной защиты для медиков, не хватает аппаратов ИВЛ. Без этого невозможно сформировать отряды врачей, которые будут работать в очаге заболевания. Власти требуют, чтобы народ ходил в масках, но масок не хватает. Ввели статью об уголовной ответственности за распространение коронавируса, а достоверных тестов нет. Единственным реальным способом хоть как-то исправить ситуацию признано введение нового жесткого карантина. Об этом после совещания сообщил министр здравоохранения. Планируется дополнительно по стране до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах, в структуре которых имеется оснащенное реанимационное отделение и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Меры, которые предлагает новый министр здравоохранения ЦОИ, ничего не дадут. Более того, эти меры просто добьют окончательно людей, которые остались без работы после ЧП. Это откровенная ложь для пиара. В апреле активно продвигали бесполезный проект Айдына Рахимбаева по постройке в Астане госпиталя на 200 мест. Так удастся обеспечить несколько сотен новых мест, но 30 тысяч коек за время локдауна создать просто невозможно. Власти надеются слепить народ преувеличенными цифрами и пустыми обещаниями. Когда станет очевидно, что никакие меры не были приняты, будет уже поздно. Поэтому лидеры движения ДВК требуют принять срочные меры по спасению населения. Если власти не примут требования ДВК, то ситуация значительно усугубится. Необходимо выдавать по 100 тысяч тенге ежемесячно в течение трех месяцев, выплачивать проценты по кредитам для всех физических и юридических лиц в течение четырех месяцев и до конца года освободить от налогов малый и средний бизнес. 8 апреля принимается решение увеличить бюджет Комитета национальной безопасности на 52 миллиарда тенге. Обратите внимание, здесь ахтаусские врачи говорят помогите, купите нам аппараты, благодаря за то, что люди им скинули 700 тысяч тенге. Под носом у всех граждан 52 миллиарда тенге растет в бюджет Комитета национальной безопасности, который уже был утвержден ранее. И они его корректируют. А для чего? Потому что Комитет национальной безопасности возглавляет Карим Масимов. Он манипулирует наш султаном Назарбаев, он нагоняет страхи, он говорит, что вот сейчас люди обозвлены, бедность, карантин. И чтобы с этим справиться, нам нужно усилить наш репрессивный механизм. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Теперь в Казахстане запрещено не только митинговать, но и разговаривать на улицах. Это вовсе не шутка. Это новая реальность, которая стараниями президента Токаева закреплена в законе. Власти создают систему тотальной слежки и подслушивания, которая позволит усилить репрессии под предводительством Токаева. Новый закон о мирных митингах принят по инициативе президента Токаева. Его разработка и обсуждение продолжались более полугода. За это время власти провели десятки дискуссий, в которых принимали участие правозащитники и юристы. Эксперты единогласно пришли к выводу, что новый закон вовсе не упростил их проведение, а еще больше усложнил. В том числе и потому, что митинговать теперь можно только в специальных загонах-резервациях и, как и раньше, только с разрешения властей. Но никто так и не обратил внимания на то, что закон вообще запретил гражданам разговаривать на улицах о важных темах. Это следует из статьи первой, в которой перечисляются разные формы массовых акций, проведение которых требует разрешения властей. Теперь в законе оно называется уведомлением, но по сути осталось разрешением, поскольку власти могут отказать по своему усмотрению. В пункте 7 рассказывается, что такое массовая акция в виде собрания. Собрание – совместное присутствие граждан в определенном месте в определенное время с целью обсуждения общественно значимых вопросов и действий лиц и органов. Из этого следует, что собранием может и должен считаться любой разговор на важные темы, которые происходят коллективно при участии хотя бы двух человек. А это может происходить где угодно – в очереди в банк, на скамейке, в парке и тем более в автобусе, ведь это определенное место и определенное время. При этом вовсе не обязательно выдвигать требования или лозунги. Речь идет именно о простом обсуждении и не только политических вопросов и работы госорганов. В качестве возможных тем обсуждения там указаны даже простые организации, а это могут быть и аптеки, и поликлиники, и коммунальные предприятия. Так что если кто захочет поговорить с приятелями на улице, добро пожаловать в Акимат с уведомлением за разрешением в специально отведенном месте. Это и есть демократия по-токаевски, о которой он последнее время рассказывает. Теперь для проведения мирных собраний требуется за пять дней лишь уведомить местные власти, не спрашивая у них разрешения. До сих пор никому не удалось исполнить его и провести митинг или даже пикет согласно новым правилам. Зато власти уже вовсю наказывают людей за его нарушение. За последний месяц подверглись преследованиям и необоснованным наказаниям как минимум полсотни активистов, принимавших участие в субботажах. Это данные правозащитников, которые собирают информацию своими силами. Реальные цифры политических преследований за участие в субботажах куда выше. Более десятка человек были отправлены под арест по обвинению по статье 488 административного кодекса. Люди были отправлены за решетку лишь за то, что вышли на улицу, играли на музыкальных инструментах, пели песни и общались с друзьями. Кайрат Клышев был отправлен в ВВС только за то, что ходил в Алматы по Арбату с барабаном. Сейчас ему хотят добавить пять суток за сопротивление властям. К месту содержания Кайрата пришел его друг Абайбек Султанов и тоже получил срок в 15 суток. И еще пять дополнительно за то, что вел прямой эфир. Диану Баймагомбетову осудили просто за то, что она ходила по Арбату, крикнув несколько раз «Алга, Казахстан!». Вот смотрите, какая честь, сколько полиции! При этом судья в своем решении прямо проигнорировала нормы нового закона о митингах. По закону одной из главных отличительных черт массовых мероприятий является открытое выражение мнения по общественно значимым вопросам. Обсуждение таких вопросов, выдвижение требований и лозунгов, использование плакатов, транспарантов и других средств наглядной агитации. Но, как следует из решений самих судов, во время субботажей никто ничего не обсуждал и не требовал. Люди просто гуляли. Это говорит о том, что власти окончательно перестали обращать внимание на то, что написано в их собственных законах. Для Корды вообще нет законов. Цель власти проста и очевидна. Любыми средствами запугать людей, заставить смириться с беззаконием и диктатурой. Проблема власти в том, что таких людей становится больше и все меньше тех, кто готов молча исполнять преступные требования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова